Я немножко удивил, что пять вопросов к докладчику были только от одной фракции. Впечатление, что остальные три фракции не умеют задавать вопросы. Или это одна фракция, только любит задавать вопросы. Я не понимаю смысла вопросов к политическому заявлению. Наш 450. Давайте сейчас пустим документ, и до конца года каждый будет правку вносить. Это хочу, это вспомнить. Махно можно вспомнить. Всех, так сказать, вспомнить. Наверное, теряется смысл вопросов. Вы понимаете, что это за документ? В нём всего две позиции. Написано. Остановить массовое насилие. Второе. Создать международную контактную группу на площадке ОБСЕ. Всё. Причём здесь всё остальное, о чём вы спрашиваете и пытаетесь сказать. Это обращение ко всем парламентам мира. Мы должны с вами знать. Есть дипломатический язык. Есть язык парламентариев. Есть язык исполнительной власти. Поэтому отдельное выступление. Вот там Тамаре Плетнёвой понравилось выступление Пушкова. Он от себя выступал. Политическая дискуссия «Десятиминутка». А этот документ отработан комитетом, где каждая запятая выверена, согласована со всеми высшими инстанциями страны. Это же не идёт от группы депутатов. Мы от имени страны обращаемся ко всем парламентариям всей планеты Земля. Поэтому не надо так говорить. Давайте вот лучше то возьмём за основу. То мы никогда не возьмём за основу. Потому что в том заявлении это личная позиция человека. А документ великолепный. Всё выверено и всё, так сказать, взвешено. Потом всё остальное будет решаться. Признают независимость, вхождение в состав России. Здесь наша попытка заострить внимание парламентария всего мира. Давайте договоримся. Поговорить сперва. Другое дело, что если будет создана контактная группа, там будет большинство у них. И мы не сможем там навязать нашу позицию, но хотя бы начать дискуссию, чтобы там, может быть, изложить вот те факты, о которых вам хочется изложить. Показать, может быть, какие-то видеоряд, какую-то хронику нашу. Но это тогда, когда не соберутся парламентарии. Пока мы просим лишь, чтобы они вот если прочтут сегодня или завтра, если прочтёт наверняка только представитель парламента. Он соберёт весь депутатский корпус, скажет, вот тут из России пришло письмо, вот они то-то-то просят. Надо немножко здесь как бы нам уходить от политической наивности. Что мы здесь всё решаем, а там они ничего не решают. Конечно, мы уже говорили от фракции ЛДПР, мы полностью признаём референдум. И не сегодня, когда начались события, и не вчера, и не позавчера. А с 91-го года мы были против незаконного расчленения СССР. Поэтому, если мы хотим дать соответствие законно-незаконно, нужно начинать с момента незаконной ликвидации страны. А это сделали коммунисты Украины, Белоруссии и России. Они. У них было большинство в их парламентах. И их три руководителя, Ельцин, Шушкевич и Кравчук, были руководителями Компартии или членами высшего руководства. Мы этого избегаем. Вот что такое сегодня в Донецке, что-то там стреляют, или в Мариуполе. Стрельба началась с 8 декабря 91-го года. Когда всему миру объявили, что нет такого государства СССР. А теперь, когда объявляют, что есть Донецкая республика, говорят, нет, мы её не признаём. Вот из этого нужно исходить. Ликвидацию СССР они признали моментально, в течение получаса. Незаконную ликвидацию. А когда народ высказался, чтобы быть отдельной республикой, тут они считают вообще, что никакого референдума не было. Но брать-то нужно источник причины. Что вы лечите, так сказать, грипп, а у человека туберкулёз? Начинаете с обследования. Что в этом организме происходит, так сказать? Поэтому в этом ошибка. И 91-й год брать бесполезно. Надо брать 25 октября 1917-го года. Это что, был законный захват власти? И Америка не признавала до 1936-го года советскую власть. Когда они в Киеве признают незаконный ночной захват власти в феврале 1914-го года. А незаконный захват власти большевиками в октябре 1917-го они признали. Почему? Потому что тот захват власти был на руку им. Уничтожить российское государство. И уничтожили. До сих пор у нас нет тех учёных, как Академик Вавилов. Или тех пахарей, которые кормили пол-Европы. Сегодня сами себя не можем накормить. Или тех инженеров, которые запускали, так сказать, телевидение, Зворыкин или Петерим Сорокин, социологическую науку и всё остальное. То есть в основе-то это лежит. Я согласен с царским режимом. Тоже недоработка. Но он был легальный, царский режим. Умирал царь, сын вступал в права наследования. А здесь февральская революция решила прекратить монархию. Просто так. Царь же не разрешал этого делать. И он был живой. Напугали его. Это тоже был переворот. Царь написал отречение на телеграфном бланке. Это не положено по закону. И его должно быть обращение к Государственной Думе или к русскому народу. А это обращение к хунте из генерала Алексеева и других генералов. Им. Причём если они. Поэтому когда мы говорим что-то незаконно на Украине, то началось всё с 17-го года. Вот там всё было незаконно. И первая оранжевая революция, 905-й год. Вот мы породили весь хаос в 20-м веке. Москва и Петербург. Мы весь 20-й век превратили в кровь. Для собственного народа. А теперь удивляемся, что происходит на Украине. Они повторяют Россию с 17-го года. Если мы здесь бесчинствовали, кого угодно расстреливались, сажали, отправляли, так сказать, разрушали. А чё они не должны так делать? Чё октябрь 19-го года? У нас не было снайперов в 91-м году. Мы это дело расшифровали. Мы осудили снайперов, которые расстреливали специально милиционеров и участников демонстрации, чтобы была кровь. Мы не стали это расследовать. И к ответственности не привели. И у нас действовали иностранные наёмники. Что их не было у нас в 91-м, в 91-м году. Были. Что Майдан разве не был у нас около Белого дома? Типичный Майдан. И водку подвозили, и деньги подвозили, и оружие подвозили. Мы дали пример всему Советскому Союзу. А теперь, когда они совершают то же самое, говорят, нет, нельзя, что-то вы там, ребята, так не надо. Нарушайте закон. Это мы нарушали закон в 91-м, 93-м. За 17-м мы не отвечаем. За 91-м отвечаем. И только ЛДПР вышла на улицу и была против разрушения СССР. Все остальные поднакивали. Спасибо. Михаил Юрьевич Маркин.